Дорожный пристав Здравствуйте Скажите, пожалуйста, сколько времени нам осталось до завершения срока уплаты имущественных налогов за прошлый год? Когда это произойдет? У нас единый срок уплаты, в этом году он приходится на 2 декабря Соответственно, до этого срока все физические лица, которые у нас имеют собственность Либо имущество, либо землю, либо транспортные средства Должны добровольно уплатить налоги С какого момента начинается начисление пения? Соответственно, проходит срока уплаты 2 декабря Если 2 декабря мы не видим платежа, с 3 декабря уже начинают начисляться пения Мы все знаем, что принудительно взыскиваются уже долги Много вопросов по тому, могут ли пения взыскиваться также в принудительном порядке? Порядок взыскания абсолютно аналогичен с порядком взыскания суммы основного долга Соответственно, при формировании Я немножко, наверное, вкратце расскажу о процедуре принудительного взыскания Соответственно, после 2 декабря формируются списки плательщиков, которые не уплатили своевременные налоги После этого формируются требования Соответственно, на дату формирования требования в него уже включается часть пений Соответственно, требование направляется и физическое лицо по этому требованию должно оплатить налог Если оно не оплачивает налог, то уже начинается принудительная процедура узыскания, то есть мы направляем заявление о выдаче судебного приказа в мировые суды, получаем судебные приказы, направляем их в службу судебных приставов, и, соответственно, там уже начинает работа пристава, которая применяет свой комплекс мер принудительного узыскания. Кто чаще всего не оплачивает налоги? Создается впечатление, что это граждане, у которых нет денег, но иногда смотришь сюжеты, когда довольно-таки состоятельные люди, так же не заботятся о том, чтобы вовремя заплатить налоги. На самом деле мы сделали очень интересную выборку, посмотрели долю автотранспортных средств, у нас задолженность по транспортному налогу среди имущественных налогов, у нас самая большая, мы посмотрели, на какие транспортные средства приходится наибольшая доля неуплаченного налога. И, как показала выборка, примерно половина всей суммы задолженности приходится на транспортные средства с лошадиными силами менее ста. То есть, соответственно, наименьшая сумма налога, тем не менее, количество должников по этой категории наибольшим. То есть портрет должника, это, в общем-то... Можно сказать, что да, что половина должников, половина из всех должников по транспортному налогу, это люди, у которых в собственности машины с объемом двигателя менее ста лошадиных сил. С 2019 года налоговая расширила возможность по взысканию задолженности через работодателей. Вот что она предполагает новую систему? На самом деле, возможность взыскания через работодателей, она была и до этого. С текущего года увеличена сумма, в рамках которой мы можем направлять без судебных приставов заявление о взыскании работодателей. До этого эта сумма была ограничена 20 тысячами рублей. На текущий момент эта сумма составляет 100 тысяч рублей. Тоже очень интересный момент. На самом деле, что мы видим, да, картину по должнику. Опять-таки, к портрету должника. Из списка должников мы сделали выборку об актуальном месте работы, да, у какого количества людей она есть. На самом деле, актуальное место работы максимум у 30%. То есть остальные 70% должников, по сути, официально, нигде не трудоустроены. Соответственно, уже к людям возникает вопрос не только по уплате имущественных налогов, но и по декларированию доходов. Да. У взысканий за должности с банковской карты. Какие подробности, детали вы можете сказать, чтобы люди были в курсе? Во-первых, сколько, какую часть от зарплаты могут снять? Тоже многие переживают, потому что денег практически... Соответственно, механизм абсолютно аналогичный. После получения суда, судебного приказа, мы этот судебный приказ можем направить как работодателю, так и по месту открытия банковских счетов. Соответственно, мы направляем либо туда, либо туда, и, соответственно, происходит взыскание. Если мы направляем в банк, там ограничений по сумме абсолютно никаких нет. То есть любое поступление денег на счет, пока сумма за должность не будет полностью погашена, мы полностью эти денежки, соответственно, списываем и забираем. Если мы говорим про ограничения про работодателя, то там не более 50% от заработной платы снимается. Соответственно, аналогичная ситуация и с пенсиями. Еще очень важный момент, да, остановлюсь, что с нового года вводится ограничение на взыскание с пенсией. Соответственно, с 2021 года мы не сможем, с 2020 года мы не сможем взыскивать с пенсией, потому что вводится запрет на взыскание со социальных выплат. Так. И у нас есть несколько вопросов от телезрителей, которые пришли к нам в редакцию до записи программы. Как раз вспомнила о них, потому что от пенсионера вопрос. Получаю деньги на карточку, пенсионер, могут ли у меня с пенсии списать долги по налогам? То есть получается, что за этот год еще могут? Да, за этот год могут. При формировании новых платежных документов мы уже этой возможности лишимся. Но важно понимать, да, что если мы говорим об упрощении взыскания на банковскую карту, соответственно, мы направляем, когда заявление не в пенсионный фонд, а на банковскую карту, то банк, по сути, он не видит происхождение денег, соответственно, сумма может списаться в полном объеме. Поэтому важно понимать, что и пенсионерам в том числе, что важно позаботиться о себе, соответственно, если вы хотите получить какую-то льготу, у нас порядок льготирования, да, он только носит заявительный характер. То есть без наличия заявления льготу на какие-то объекты мы представить не можем. Соответственно, опять-таки, с нового года порядок меняется, по пенсионерам мы сможем льготу представлять без наличия заявления, но это только с нового года. Поэтому если кто-то из пенсионеров продолжает платить налоги, у него есть возможность прийти написать заявление, ему перерасчет за предшествующие три года будет произведен, соответственно, денежки ему вернуты. Взял денежный кредит, положил на карточку, чтобы заплатить за должность банку. Могут ли с нее списать долги по налогам? Могут. То есть, на самом деле, когда приходит в банк наше инкассовое поручение взыскания, то банку, по идее, без разницы, на какие цели эти деньги положены. А если карточка сама кредитная? Без разницы. Очень много возникает, опять-таки, вопросов, жалоб и так далее, потому что люди говорят, что я положил на кредит, вы списали мне налоги. Скажем так, сделать ничего не можем. Сколько времени может висеть долг до момента, пока его спишут принудительно? Допустим, если я 8 лет назад был должен, могут ли мне его списать? У нас последняя задолженность на основании федерального закона, она списывалась с датой образования на 1 января 2015 года. Соответственно, без наличия федерального нормативного акта мы задолженность по физическим лицам не списываем. Соответственно, эта задолженность может висеть годами. И точно сказать, будет ли она списана или не будет, никто не может, потому что мы не можем заранее предугадать, будет ли очередной нормативный акт, но с предыдущего нормативного акта по списанию задолженности по имущественным налогам прошло больше 10 лет. Поэтому надеяться и ждать, что когда-то твоя задолженность спишет, не стоит. Тем более, что на текущий момент у нас есть инструмент, такой как банкротство физического лица. Соответственно, если сумма долга физическому лицу превысит 500 тысяч рублей, то мы обращаемся к заявлению о признании должниками банкротов, и банкротам, и там, соответственно, свои последствия негативные тоже для физического лица есть. За машину налоги я не плачу уже два года и купил ее два года назад. Хочу в следующем году заявить об этом налоговой. Придется ли мне заплатить за прошлые годы налоги, транспортный налог? На самом деле есть порядок представления соответствующего заявления. Если вы представляете заявление и, соответственно, вам налог не приходил, то, соответственно, вы платите только с того года, в котором вы заявили. Но есть ряд ограничений. Если вы не получали уведомление об уплате налога, это не значит, что оно вам не отправлялось. Потому что если у вас нет подключенного личного кабинета, физического лица, соответственно, отправляется на почту массовая рассылка уведомлений. Если вы не приходите на почту и их не получаете, то, извините, как бы сделать мы ничего не можем, уведомление вам направлялось. Понятно. То есть за предыдущие годы, вот если человек заявит, а штрафные какие-то санкции? Там без штрафных санкций, если это добровольное заявление. Если, скажем так, у нас не было в базе по каким-то причинам этой машины. Много очень тонкостей, деталей, чтобы во всем разобраться. Поэтому предлагаю посмотреть ролик, что будет, если не заплатить имущественные налоги вовремя. Ну, а потом мы продолжим разговор. Ежегодно всем налогоплательщикам отправляется налоговое уведомление, в котором указываются суммы и сроки уплаты имущественных налогов, земельного и транспортного налогов и налога на имущество физических лиц. Их необходимо уплатить в установленный срок. Если вы не оплатили вовремя, то уже со следующего дня вы становитесь должником. И ваш долг будет расти каждый день до его полного погашения. На сумму задолженности начисляются пени. Если вы не заплатите вовремя, то налоговый орган обратится в суд о взыскании налога в принудительном порядке за счет вашего имущества. Суд вынесет судебный акт о взыскании обязательных платежей. Налоговый орган направляет исполнительный документ работодателям, банкам, иным организациям и лицам для взыскания задолженности в принудительном порядке. Долг может быть удержан из зарплаты, пенсии, стипендии и других платежей в ваш адрес. С расчетного счета в банке. Исполнительный документ передается судебному приставу, который приостановит движение на всех ваших банковских счетах. Наложит арест на ваше имущество и может продать его в счет погашения долга. Ограничит выезд должника за границы Российской Федерации. Проблемы с оплатой налогов не получится сохранять в тайне от родных, коллег по работе и даже соседей. Кроме того, несвоевременная уплата налога грозит дополнительными расходами. Необходимо будет уплатить начисленные пени за каждый день просрочки, государственную пошлину за рассмотрение дела, исполнительский сбор, а также расходы на совершение исполнительных действий. Не забывайте оплачивать имущественные налоги. Это поможет избежать лишних трат и сохранить репутацию добропорядочного гражданина. Какие новые акции, проекты реализует налоговая совместно с другими службами для того, чтобы выявлять неплательщиков? И действовать дальше. Ну, соответственно, у нас с текущего года мы совместно со службой судебных приставов наконец-то добились того, что у нас приобрели для службы комплекс так называемый дорожный пристав. Соответственно, с начала октября месяца уже проводятся совместные рейды, которые показали очень высокую эффективность. А как это выглядит? Останавливают автолюбителей? Ну, что собой представляет этот комплекс? По сути, это камера. Соответственно, устанавливается в определенной точке камера. Соответственно, где-то через определенное расстояние стоит машина судебных приставов с компьютером. Соответственно, сканируется номер машины. Пробивается по базе судебных приставов на наличие возбужденного исполнительного производства. Соответственно, если есть возбужденное исполнительное производство, не оконченное, не оплаченное. Происходит остановка транспортного средства. Соответственно, если физическое лицо отказывается оплачивать возможное производство на месте, соответственно, у приставов есть соответствующий терминал, то есть наличие там заплатить нельзя, там можно заплатить только безналичным путем. По карте у них есть соответствующий терминал. Если не происходит оплата, машина, соответственно, арестовывается, увозится на штрафстоянку. А уже есть какой-то результат? Какие-то цифры, может быть, сколько так уже изъяли, заплатили? То есть там общий результат по двум проведенным рейдам порядка двух миллионов рублей. То есть можно сказать, что уплата миллиона рублей за рейд, но там важно понимать, там не только налоги, там, соответственно, штрафы за неоплаченные, за нарушение правил дорожного движения, там элементы и так далее. То есть общая сумма за рейд, где-то миллион рублей, в принципе, достаточно много. То есть стоит машинка, одна машинка в одном месте, за день люди на месте оплачивают порядка миллиона рублей. Есть еще одна мера, которая применяется к должникам, это люди становятся невыездными, не могут выехать за границу. Здесь что происходит? Да, тоже очень действенная мера. Мы когда направляем пакет документов в службу судебных приставов по должникам, если сумма за должность превышает 30 тысяч рублей, мы прикладываем в ходатайство об ограничении выезда. Соответственно, судебные приставы выносят постановление об ограничении выезда, да и физическое лицо у нас с территории Российской Федерации покинуться не может. Что важно понимать? Буквально недавно столкнулись опять-таки с ситуацией, что человек не пропускает на самолет, он говорит, что я там готов оплатить на месте. Проблема в том, что даже если вы оплачиваете на месте, на снятие этого ограничения уходит время. Минимальное время на снятие ограничения, ну, порядка суток составляет, чтобы из базы пограничной службы убрать это ограничение. Поэтому перед вылетом, пожалуйста, позаботьтесь сами о себе, зайдите на сайт службы судебных приставов и проверьте в отношении себя наличие возбужденных исполнительных производств и наличие постановления об ограничении выезда. Тоже очень важный момент. Если у приставов находится на возбуждении исполнительного производства с суммой более 10 тысяч рублей и находится оно у них более двух месяцев, соответственно, по вам тоже выносятся ограничения. То есть порог суммы, по сути, от которой выносятся ограничения, 10 тысяч рублей. На текущий момент у нас вынесено за текущий год только порядка 10 тысяч ограничений выезда. Прошу прощения. То есть достаточно большое количество людей, которые у нас не могут покинуть территорию Российской Федерации. То есть если у тебя задолженность 6 тысяч, то волноваться пока не стоит перед перелетом. Волноваться стоит, да, но, соответственно, ограничения по налогам именно на тебя наложено не будет. Но важно понимать, что у приставов, у них сводное исполнительное производство. То есть у тебя может быть 6 тысяч задолженность по налогам и 4 тысячи задолженность по штрафам, соответственно, по сводному исполнительному производству. Опять-таки служба судебных приставов может наложить арест. Поэтому всем советую, позаботьтесь себе сами, соответственно, зайдите на сайт, проверьте. Там эта информация в открытом доступе, проблем посмотреть ее абсолютно никаких нет. А как вообще просто узнать о своих долгах? Уже не через приставов, когда уже выносятся постановления, а просто? Ну, самый простой способ – это подключение к личным кабинетам налогоплательщика физического лица. И можно подключить через сайт, можно посмотреть задолженность на сайте госуслуг. У нас есть отдельный сервис, это личный кабинет. Для подключения потребуется 5 минут времени. Нужно прийти в инспекцию, соответственно, писать заявление, представить паспорт, пароль, соответственно, вы сможете пользоваться. Почему все это происходит только при личной явке в инспекцию? Потому что это персональные данные. Соответственно, у нас есть специальные лицензии Федеральной службы безопасности. Мы не можем эти персональные данные распространять, там пересылать по электронным почтам и так далее. Поэтому придите в инспекцию, получите пароль. или в любое время вы сможете отреживать состояние по уплате долгов и так далее. И это тоже очень важный момент. Если вы являетесь пользователем личного кабинета, вам налоговое уведомление на бумаге не отправляется, соответственно, на почту ходить не надо, вам налоговое уведомление каждый год выгружается в личный кабинет. Соответственно, время свое вы экономите, почтовые расходы, государство тоже экономится. Увеличивается число граждан, которые подключаются к личному кабинету. Вот как оценивают вот это достижение? Число, на самом деле, число граждан, подключаемых к личному кабинету, оно постоянно растет. На текущий момент у нас порядка, по-моему, 600 тысяч человек подключены к личному кабинету. Если учесть, что у нас порядка 3 миллионов налогоплательщиков, то еще, в принципе, достаточная доля физических лиц, которым к личному кабинету не подключены. Тем не менее, кабинет личный, он модернизируется, время от времени появляются новые функции. У нас есть ролик на эту тему о преимуществах кабинета. Посмотрим и продолжим. Добро пожаловать в ваш новый личный кабинет. Он изменился, стал проще и удобнее. Давайте познакомимся с его возможностями. Вот главная страница. На ней представлена самая важная информация, сумма налога и сколько дней осталось до его оплаты. Можете проверить, уточнить детали по всем начислениям. Готовы оплатить? Отлично! Это делается в два клика. Хотите уточнить, почему такая сумма? В разделе «Мои налоги» находится подробная информация о ваших налогах и задолженностям по ним. Здесь представлены начисления по каждому объекту налогообложения и разъяснения, как сложилась сумма к оплате. Во вкладке «Налог на доходы» можете посмотреть налог, который начислен на основе вашей налоговой декларации, а также налоги, которые за вас уплатили ваши работодатели и другие налоговые агенты. В разделе «Мое имущество» представлена информация по всем объектам налогообложения с указанием характеристик, истории начислений, а также описание в виде формулы, в которую подставляются значения вашего объекта. Если по какому-то объекту имеется недостоверная информация или он вам не принадлежит, сообщите об этом. Есть другие вопросы, проблемы? Перейдите в раздел «Жизненные ситуации». Для каждой ситуации предложены конкретные шаги решения вопросов. Пользуйтесь. Все просто и очень удобно. Ну, если с физическими лицами мы разбираемся на примерах и более-менее все понятно, то с индивидуальными предпринимателями, наверное, тоже возникают проблемы, потому что это менее такой многочисленный класс. Это на самом деле очень большая проблема. Дело в том, что у нас на учете в области состоит порядка 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это достаточно большое количество, при этом по нашим оценкам фактически осуществляет свою деятельность из этого количества где-то в районе третьей. Соответственно, очень большое количество индивидуальных предпринимателей, которые у нас состоят на учете, но фактически деятельность не осуществляют. И для людей хотелось бы донести очень важный момент, что даже если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, и фактически не осуществляете никакой деятельности, вам ежегодно начисляются фиксированные платежи, соответственно, в пенсионный фонд. Это порядка 30 тысяч рублей. Соответственно, если вы не уплачиваете эти суммы, то порядок взыскания, он, соответственно, аналогичный с порядком взыскания имущественных налогов. То есть, если человек не придет к нам и не снимется с учета, ему эти фиксированные платежи будут начисляться из года в год. И в определенный момент сумма этих фиксированных платежей достигнет 500 тысяч рублей, и физическое лицо у нас может попасть под процедуру банкротства. Но это уже не говоря о том, что процедура взыскания аналогичная, то есть могут также и зарплатные карты удержать, соответственно, и с работодателя взыскать. Поэтому очень важно, что физические лица, которые являлись индивидуальными предпринимателями, когда-то вставали на учет, пришли и написали заявление о снятии с учета. Если заявление на текущий момент подается через МФЦ, то в электронном виде, соответственно, то не требуется оплата государственной пошлины. Если вы придете подавать заявление на бумаге, то помимо заявления нужно еще заплатить государственную помощь, государственную пошлину за исключение из реестра. Проблем абсолютно никаких нет. Там, по сути, два документа. То есть люди, обращаясь к вам, пожалуйста, сами о себе позаботитесь, придите, снимите с учетом. В противном случае понимайте, что вам 30 тысяч рублей каждый год ежегодно начисляется вне зависимости от того, работаете или нет. Тоже очень важно понимать, что некоторые думают, что нахождение в статусе индивидуального предпринимателя влияет как-то на начисление пенсии, на сумму начисления пенсии. На самом деле это не так, потому что в первую очередь учитываются уплаченные суммы платежей. То есть если вы просто находитесь и ничего не платите, вы только для себя копите задолженность. А статистика есть еще? Сколько сегодня таких ситуаций, случаев, когда не снимаются с учета и копятся долги? Я вам сказал, да, количество. У нас порядка 80 тысяч индивидуальных предпринимателей. А потом они судятся, когда уже понимают, что долги большие люди, эти граждане. А там ничего не спишешь. Это все в рамках закона произведено. Соответственно, в год начисления фиксированных платежей у нас по области порядка 600 миллионов рублей. То есть это достаточное количество, сумма достаточно большая. Если говорить о количестве людей, то по нашим прикидкам это порядка 50-60 тысяч человек, которые по факту, являясь в реестре индивидуальным предпринимателем, фактически деятельность не осуществляют. Просто если мы говорим про юрлиц, которые деятельность не осуществляют, у нас есть полномочия по исключению этих лиц из реестра по решению регистрирующего органа. Там есть ряд критерий. Это непредставление отчетности более года, отсутствие движения денежных средств по счетам. Если говорить про категорию индивидуальных предпринимателей, у нас законодательной возможности самим их исключить абсолютно никакой нет. Поэтому получается ситуация, что копятся долги, потом идут какие-то жалобы, обращения, что я не работаю, ничего не делаю. Но, тем не менее, без написания заявления от физического лица об исключении из реестра на текущий момент мы сделать ничего не можем. И выгодно это сделать в МФЦ? Выгоднее просто пошлину надо оплачивать. Можно прийти в любой МФЦ. Их просто, на самом деле, гораздо больше у нас на текущий момент, чем районных инспекций. Поэтому в любом районе можно прийти, соответственно, и написать заявление, сняться с учета, если вы фактически не являетесь индивидуальным предпринимателем. О каких еще изменениях вы хотели бы информировать граждан? В частности, вот что касается НДФЛ. Какая-то была информация? Да, с Нового года у нас ряд изменений про НДФЛ. Вообще, ряд изменений в внесен налоговый кодекс достаточно обширный. Очень важное изменение по НДФЛ. До Нового года, соответственно, и на текущий момент начисление налога было привязано к подаче декларации. С Нового года все, что касается недвижимого имущества, по которому срок использования, срок нахождения в собственности составил менее трех лет, налог будет начисляться автоматически без представления налоговой декларации. То есть, если раньше человек должен был сам при реализации объекта в собственности менее трех лет представить декларацию, приложить к ней расходные документы, соответственно, оплатить сумму налога, то на текущий момент начисления будет производиться самостоятельно Федеральной налоговой службой. Но важно понимать, что у нас, как у Федеральной налоговой службы, расходных документов по этим объектам по сути нет. Поэтому начисление будет происходить, исходя из кадастровой стоимости. Поэтому, если вы декларацию не представили, соответственно, документы расходные никакие не приложили по данному объекту, то не надо удивляться, что у вас сумма налога, она будет значительная. Еще у нас остались вопросы от телезрителей. Можно ли оплатить налоги за другого человека? Например, за маму она не выходит из дома? Да, абсолютно проблем никаких нет. Соответственно, на сайте Федеральной налоговой службы есть соответствующая форма. Можно оплатить не только за физическое лицо, можно даже налоги оплатить за юридическое лицо. Там, соответственно, заполняются соответствующие реквизиты. Единственная убедительная просьба, будьте очень внимательны при заполнении реквизитов, потому что в случае, если неверно будет указан реквизит, денежки попадут в невыясненные платежи. Соответственно, потом их зачислить на нужный КБК, на нужный налог достаточно проблематично. Еще тоже скажу об одном новшестве, которое с этого года функционирует, так называемый единый налоговый платеж. Что это такое? То есть вы до срока уплаты, примерно понимая сумму налога, которая у вас каждый год начисляется, вы можете опять-таки на сайте найти реквизит этого единого налогового платежа, туда произвести зачисление денег. Соответственно, после начисления налогов 3 декабря автоматически денежки будут списаны. Чем это удобно? Это удобно тем, что у каждого налога, имущественного транспорта, земли, соответственно, имущества разные реквизиты до оплаты. Если воспользоваться функцией единого налогового платежа, то, соответственно, оплата общей суммы будет автоматически распределяться без вашего участия между различными КБК и этих налогов. Получается, как авансовый платеж? По сути, да, это как авансовый платеж. Вы закидываете деньги, и уже глава у вас, скажем так, не болит о том, что нужно там в срок прийти и что-то заплатить. У моего ребенка есть налоговая задолженность за часть жилого дома, но он же не может за себя платить. Насколько это правомерно? Ну, если собственником является ребенок, то, на самом деле, там, как правило, требование предъявляется к законному представителю ребенка, то есть, соответственно, как правило, к родителям. А фактически, так как собственником является ребенок, конечно, задолженность числится на нем. Но процедурно, когда получается судебный приказ, как правило, в судебном приказе прописывается требование, именно предъявляемое к законному представителю. Если оплатить сейчас имущественные налоги, то оплата будет произведена только за 2018 год? Или спишется сначала задолженность, если она есть? На самом деле задолженность сначала спишется, потому что там карточки, ну, и погашение происходит в порядке открытия карточек. Единственное исключение, если вы, конечно, прямо в назначении платежа укажете, то, соответственно, после срока уже формирования задолженности, то есть, после 3 декабря платеж именно за 2018 год пройдет как платеж за 2018 год, если прямо указаны реквизиты, что это платеж за 2018 год. Если вы просто зачислите деньги на КБК определенного налога, соответственно, у вас просто закроется задолженность в предыдущих периодах. Если через личный кабинет платить, то тоже так же можно указать? Там в личном кабинете можно выбирать. То есть, тоже вот преимущество, да? Да. Там уже понятно, сначала задолженность там не спишется, там уже явно пойдет оплата за 2018 год. Там, смотрите, там в личном кабинете задолженность дорожает с общей суммой. То есть, там вы, в принципе, платите по конкретному налогу и, соответственно, закрываются обязательства, опять-таки, в порядке их открытия. Еще более подробную информацию об оплате налогов в личном кабинете мы сейчас узнаем из ролика, ну а потом будем заканчивать программу. Раньше, чтобы оплатить имущественные налоги, вы ждали почтовое извещение, затем шли на почту и получали уведомления на бумаге, потом пытались оплатить и тратили на это свое время. Сейчас все проще. В личном кабинете вы найдете всю информацию о ваших налогах и можете оплатить их просто и быстро. Цените свое время, пользуйтесь личным кабинетом. У нас буквально одна минута остается до конца программы. Что еще хотели бы важного сообщить налогоплательщикам? Важно, что нам очень важно, как Федеральной налоговой службе, чтобы была обратная связь, соответственно, с физическими лицами, с юридическими лицами. Поэтому, если возникают у вас какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь либо в территориальные налоговые органы, либо у нас есть многоканальный телефон Федеральной налоговой службы, это 8 807 двоек, то есть по этому многоканальному телефону вас соединят с нужными специалистами. Кроме того, в дни уплаты перед имущественными налогами у нас проходят дни открытых дверей, информация опять-таки есть на сайте, у нас инспекция работает по графику до 8 часов в определенные дни, поэтому людям, которые фактически работают и боятся, что они не могут не успеть попасть в налоговый орган, соответственно, есть возможность прийти вот в эти часы после рабочего времени. И, кроме того, у нас по графику тоже инспекция работает в выходные дни, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните по телефону, приходите лично, на любой вопрос вам постараются ответить и помочь. Спасибо за эту важную и полезную информацию, всего хорошего, прощаюсь я и с вами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова